С самого раннего утра на хоккейной площадке у гимназии номер 14 собрались любители и настоящие профессионалы своего дела. Их объединило большое спортивное мероприятие, соревнование по айштоку или как его еще называют, баварский керлинг. Это командный вид спорта на ледяной площадке. Играющие по очереди бросают на лед специальные спортивные снаряды, представляющие собой палку, прикрепленную к скользящей поверхности. Цель игры кинуть айшток так, чтобы он в зависимости от разновидности игры либо остановился как можно ближе к мишени, либо пролетел как можно дальше. Тут три дисциплины. Это броски на дальность, броски в цель и игра 4 на 4 с помощью инвентаря в пределах 5 килограмм веса. Сильный мороз не остановил участников соревнований. Напротив, они сражались до последнего. Кроме командного турнира прошел и индивидуальный, на точность броска в цель. Каждому пришлось сделать по 24 удара. Эту дисциплину вполне можно сравнить с пулевой стрельбой или с бильярдом. В принципе, игра достаточно интересная. Занимаюсь я не так давно, но все-таки нравится. Во-первых, это всегда свежий воздух, это для здоровья полезно, ну и спортивные мероприятия. Для того, чтобы достичь хорошего уровня подготовки, необходимо заниматься три раза в неделю по несколько часов. А еще в этом виде спорта, впрочем, как и в любом другом, нужно никогда не сдаваться и всегда идти к своей цели. Играю я, наверное, около года. Узнал я все от моего папы, он уже играет примерно лет 7. Он мне рассказал про этот вид спорта, показал его. В общем, я попробовал, первый раз мне понравилось. Ну, потом как-то предложил там потренироваться, съездить на соревнования. Ну, вот так все началось. В Айшток можно играть в любом составе и в любом возрасте. Игра подходит для занятий со школьниками, проведения соревнований во время клубного отдыха, как спорт выходного дня. Она развивает глазомер, точность и координацию движений. Участники крещенских соревнований уверены, что в этом году все прошло на отлично. И они уже с нетерпением ждут следующих турниров по Айштоку. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова